Как это так, если чувака зарезали, а ты пришел один опять? Если там страшно, ну, шлюху к себе можно позвать куда-нибудь. В другой домик. В казарму. С братвой пришел. Мне тут будут лизать анальное отверстие, а вы с каждого по пятерке можете посмотреть, как получается, что за чушь. Тем более, что эти безупречные вообще не совсем люди. Их тщательно лишили всего человеческого, десятилетиями их пытали, чтобы они перестали быть людьми. Это значит, что все остальные за живых существ даже не расценивают. Вот их завалили одного, гарантированно половина района в крови утонет. Десяток минимум. Во-первых, самое главное, что если это происходит в борделе, содержательница борделя точно знает, кто это. Потому, что как кто-то попал, хотелось бы узнать. Кто приходил? Кто его зарезал? Шлюха? Вот шлюха, которая там стоит рядом. Шлюха-то должна в бега идти. Как в прошлый раз... Или тут же застукивать всех, яростно совершенно. Как в прошлый раз. Так значит, он уже приходил, рассказал братве, все знают, что это она была. Он снова к ней пошел, сказал в казарме, куда пошел, пришел и там его зарезал. И никто ничего не знал. Вы откройте, например, устав патрульной службы для сотрудников органов внутренних. Там очень интересно. Там вот черным по белому написано, что по одному нигде ходить нельзя. Вообще. Про это есть хорошая шутка. Почему милиционеры ходят по два? Один умеет читать, а другой писать. Нельзя ходить по одному. Не потому, что ты трус или еще что-то. А потому, что работа такая. И это раз. Нельзя, например, ходить вдоль домов, где тебе из окна на башку могут что-нибудь скинуть. Это пятошку. Да. Это советский устав, где про советских людей написано. Это не про сейчас. Нельзя, например, стоять... Там про это подробно. Почитайте. Это интересно. Нельзя стоять на краю платформы. Чтоб тебя не пихнули. Чтоб тебя не пихнули. У нас товарища так спихнули. Хорошо, товарищ успел гражданина непричастного схватить и закрыться от паровоза. Гражданина убило при этом. А зачем ты стоял на краю? И жизнь унес чужую. А тут все в вакууме живут. Ну, вы интересуетесь хотя бы как общество устроено. Как с людьми общаться? Ну, что это за херня? И вот Мартин вроде умный местами. А местами не очень. Ну, что это такое? А самое главное, что этот Мейерин... Ну, допустим, он по средневековым меркам просто адски огромный город. Ну, допустим, там живет 100 тысяч человек. Но вы понимаете, что 100 тысяч человек – это не Москва. Это в Москве там среди 13 миллионов человек потеряться можно. Хотя тоже вопрос, надолго ли? Скорее всего, очень ненадолго. Но, тем не менее, 100 тысяч человек – это ж деревня. Вот это ж, господи, Красногвардейский район. Все-всех знают. Все-всех знают. Все поделено на кварталы. Никто с квартала всю жизнь, как правило, не выходит. А значит, там Нейбор Уотч такой, этот Нейбор Уотч, наведен, что вот эта вот история, что там откуда-то появились какие-то партизаны народные, на кого-то прыгнули, и никто не в курсе. А как? Это интересно. Повторюсь, если бы город был целиком против дыни. Весь. Вот тогда все там. А я ничего не видел. Как в Ирландском квартале. Я вообще удивлен, что кто-то позвонил. Как в Святыха Струщоб. Да. Но так как там 90% это бывшие рабы, которые ненавидят своих хозяев. Хорошо. Не все. Ну, половина из них ненавидит. То, с чего бы начали. Стук стоял бы такой. Вот после первого же убийства очередь была бы очевидцев. Тех, кто что-то знает. Кто-то слышал. Только сейчас мы нас застучим. А нам за это денег дадут. И какие-нибудь преференции. Ну, опять-таки. Вот это... Это ж тем более сыны Гарпи. Это кто это? Это рабовладельческая реакция. Да. А люди, которых только что освободили, они будут сопротивляться рабовладельческой реакции страшно совершенно. Да. Из бывших рабов, молодых и крепких, набрать патрульных. Дать по ножику каждому. Да. Ну, человек 50 непричастных зарежет, но одного врага вытянет. Точно. Блин, да. И будет рожден до революции. Да. Ну, многие не представляют, что такое власть народа. Это вот она. Как раз, блин. В неприкрытом, так сказать, виде. Когда не контролируется ничем. Вот тебе ножик. Иди там кого-то защищай. Но я бы еще уточнил своего позволения. Что оно же на все поделено. Вот здесь квартал. И там есть старший квартала какой-нибудь. Вот здесь диаспора. И есть старший диаспоры. Вот здесь купцы, сапожники, еще и везде есть старший. С которого можно спросить. Круче, говорят, было только в Китае. Я не китаевед. Но знающие Китай люди говорили, что у них все было поделено на некие пятидворья, где тоже есть старший. Вот деревня... Староста у них. Да. Побита на эти самые пятидворья. Совершил кто-то преступление. Не надо следствие проводить. Вы в курсе, что это преступление? Да? Да. Ну, вот этого преступника найдите и выдайте. А иначе... Вот сейчас вам бошки рубить начнут. Там пытать, мучить. Ну, и вот он, пидор. Извините, что так получилось. Компенсировать убытки. А мы его сами накажем. Вот нормальный средневековый подход. Это что такое, блин?